Игнат Игоревич, вот Алексей Клинский пишет, но он не Клинский, а фамилия, я его знаю, он вам в свое время, несколько лет назад подарил, прислал, если я не ошибаюсь, косу. Было где? Да. Вот, это вот он. И он просил помолиться, у него там проблемы были с мозгом. И вот неожиданный результат наших молитв был в Москве, по полису почти бесплатно, в госпитале Бурденко. Два московских нейрохирурга смотрели, снимки, в общем, непонятно, что там. То есть, под сомнение поставили диагнозы, опухоль мозга, мельформация какая-то, или отек сосудов мозга. Ну, под сомнение поставили этот диагноз. Я прямо врача спросил, если рак мозга, так и скажите. Подозревают, что ишемический очаг, то есть, когда валялся в температуре, часть мозга плохо снабжалась кровью. И участок отмер, отмер. Поэтому полглаза не видит. Как это полглаза не видит? Поэтому что? Поэтому полглаза не видит. Это как полглаза? Ну, да ладно, половина видит, половина нет. Назначали дорогое обследование, опять в Москву ехать. Ну, вот, 21 тысяча 500 рублей родственники собирают, не бросили меня. Господи, помилуй, благослови, Алексей. Алексей, для меня, ну, то есть, это сумма, сумма сейчас этих денег. В общем, если не надоел, прошу еще раз помолиться. Бог даст отделу с тем, что просто полглаза видеть не будет. Если с мозгом все в порядке. Ну, я думаю, можно восстановить, Игнать Ильич? Ничего не знаю. У меня вот глаз попала инфекция. А виновата жена. Потому что дай-ка у тебя бюро. Бывает так, что ты где-то, это так. А я только ногти постриг. Все же так. Ну, дай, дай. Ну, я говорю, сам, раз, и задел. Задел, попала инфекция. Почти три года, вот, и сейчас все время у меня гноится глаз. Ничего нельзя сделать. А я ничего не употребляю. Только святой водой промываю каждый день. В дороге. Правда, там дали мне пока капать. Я решу, а там пыль, грязь, там, ну, пути машины. А я все равно приспособился и капнул. Одну каплю, чтобы снять ее вот это. С глаза. Я вижу все, глаз зажмуряю. Вот. Что еще там? И Сергей Кобзарь пишет. Мир вам, брат Виталий. Обращается к вам иерей УПЦ, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Сергей Кобзарь. И причина моего письма такая. Я живу на Донбассе, в прифронтовой зоне. По мере сил я стараюсь поддерживать нескольких нуждающихся. В том числе инвалида, больную старушку и беженца, который живет сейчас у меня. Кроме того, у меня самого семеро детей. А главное, с нашей группой мы занимаемся различными миссионерскими проектами. Пишем книги, ездим по сектам, по сектантам. И проводим дискуссии о вере. Раздаем интересующимся православиям наши книги и распечатки. И по Божьей милости, несколько сот протестантов нам уже удалось привезти в церковь. О чем есть у нас и письменные свидетельства. В центр привезти, это значит, пришли и послушали. Привезти в церковь, Игнатий. Привезти в церковь. Это тоже ничего не говорит еще. Я сам в свое время был баптистом в четвертом поколении. Родился в семье пастора. Но ознакомившись с православным богословием, по великой Божьей ко мне грешному милости, познал живость и самочинство, баптизма и уверовал воедину святую соборную апостольскую церковь. Уверовал. Воедину святую соборную. Крестился и написал книгу. Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом? Вы могли о ней слышать. Со временем книга была значительно дополнена и сейчас еще дорабатывается. Получила новое название. Протестантизм или православие. Вопрос. И с другими нашими книгами находится на моем сайте. И ссылку дает. Что находится? Вы можете ознакомиться с этой книгой и с другими книгами, которые находятся на моем сайте. И ссылку дал на сайт свой. Одним словом. Желание успешно продолжать вверенное нам Богом служение наше затруднительное обстоятельство. Слова Спасителя просите и получите. И данное мне благословение, данное мне благословение, подвигли меня обращаться к православным верующим за помощью. Денег надо. Да, я прошу вас, если имеете возможность оказать нам ради нашего человеколюбца Господа Иисуса и его нашей по усыновлению всемилостивой, причистой матери и ради святых его заповедей и неложных обетований, блажен и милостивы бы они помилованы будут, милосердный будет благословляем и им подобным посильную, пусть и самую скромную материальную помощь. Единоразово или несколько раз в течение какого-то периода времени. Если сами по каким-либо причинам вы помочь не можете, то укажите милость, передайте мою просьбу тем, кто смог бы нам помочь. Свидетель мне Господь и моя христианская совесть, что обращаюсь к вам с просьбой только из-за реальной нужды и ради нашего служения. За любое участие будем вам от души благодарны. С уважением и искренним пожеланием пребывать и возрастать в радости и благодати Божией. Ирей Сергий. И тут реквизиты. Вот что интересно, чувства какие. Вот когда начинают так говорить, такие специалисты в зоне, в зоне, любую бабенку разведет. Она уже знакомится и там все тащит, а другой говорит, а я вот верующий надо, поверующий специалист. Ему за это платят, там еще перит он, который это пишет вот так. И вот это все так наградите в конце, да, и сильно-сильно напоминает. Ну я был у него на странице. Ну это и страницу любую можно заказать. И сделать, и подписаться, что там. Шкал, Эйнштейн, и фотографию поставить. Вот здесь нет. Вот мы ездили сколько, нашу миссионерскую поездку никто не сотворит, ее нельзя сделать. Но мы нигде не просили, нам сами люди давали. А не так, что такое дело, вот сейчас вот выставили мы, умерла мать, мы дали данные. Кто желает, пошлю помочь. Года, рождение, только и всего. Речь это семье. И больше ничего нет. А здесь вы делаете? Нет, ничего так и не делай. Сразу, значит, вот сотни там пришли. Не верю, а в это вообще не верю. И что миссионерский, он даже не понимает этого. Вот тут все, все под сомнением. Вот там где-то, но нужно, мы помогаем, здесь еще вроде высылать буду, не знаю, не видя куда. Не видя. И она на скайп беседует, никогда они не выходят. Ни один. Сразу с тобой заканчивает. Это рядом. Вот приехали тут железо собирать. А батюшка позвонил мне только, снимать надо. Да они бы наношил, он дунули, больше ни разу не появились. Вот брат пишет, Станислав Зеленский. Я не конкретно сказать, но я говорю, сильно напоминает, я не знаю. Но если это действительно так, то и тогда просить не надо. За счет этих проектах. Вот он создает проекты. Эти люди, которые пишут, ну по разным причинам. Все нети. То есть он обманывает, и за это имеет, там чай дадут, пощепелители. Он еще не занимается, только письма пишет. Ну что себе, специалист. Да, Виталий, это я вчера звонил. Я понял, что связь плохая. Да, в видеоролике смотрю. Не слышно, Эннадея? Еще раз. Сейчас. Я хотел смотреть на третью сторону. Не, а зачем смотреть? Ну давай, что? Тут аудио. Давай. Да, Виталий, это я вчера звонил. Я понял, что связь плохая. Да, в видеоролике смотрю. Все, что есть, все, что новое, все это смотрю с удовольствием. У меня, видишь, пока нет такого, говорится, возможности приехать, потерять, ну как у тебя. Ну, честно говоря, уже и, как бы, здоровье. Вес у меня большой, не мы держи, так нагрузки, как ты. Ну, так с удовольствием смотрю, говорится, вообще заряжаюсь, просто, говорится, положительно. Так, говорится, вот, просто прекрасная жизнь. Ну, книги, знаете, читаю, как бы, все это изучаю, смотрю видеоролики. Ну, у вас, ну чуть-чуть, братья, вот у вас потихонечку, так, все прекрасно, у вас, мне общивается, я восхищаюсь, просто, молодцы. Храни вас, Всехристос. Вот, это, это Константин Зеленский, он звонил нам, вот, мы в тот раз вот делали, он что-то прорывался, но не сказал. Какой вес у него? Ну, думаю, большой. Ну, он сказал сейчас это там. Ну, у него лишний вес, не сказал. Я поднимать этого не могу, вот хотел, приехал бы потерять, но никто его не звал, не разрешал, как он приехал бы. Я не знаю, может он с вами как-то общался? Никак, никакого общения нет. Как будто потеряю бы приехать, а то дома к соседу сходил. И без разрешения нельзя. Вот этого завтра должен приехать Игнат Сергей Егорович Судлядара. Заранее уже поработать надо, и тоже знакомые были, беседовали неоднократно. А это так приехал, вроде бы уже все, решил вопрос, но только он не может. С это мне не нравится. Несерьезно. Я все посмотрю, что вы смотрите. А там я все смотрю. Я посчитал, если в день по одному часу буду смотреть, по одному часу, до ролику, ролику даже сейчас. А то 13 лет надо. 13 лет, а то я все посмотрел. Ну, где-то мог посмотреть, когда полностью весь златоуст. Каждый ролик 32 минуты. А их уже сейчас, этих роликов больше тысячи. Житие святые. Доброта и любие. Что там говорится? А кто все посмотрел? Никто. Это невозможно. То есть, кто что желает, то может. Вот сегодня смотрю, женщина у машины стоит там, в трусах и наклонилась. Как мы должны разговаривать с женщиной. Мне кажется, 9,5 миллионов. Ну, смотрят они, женщина, что говорить, а на задницу. Больше еще нету. Она наклонилась, а у него, говорится, вся движимость в штанах. Недвижимости еще нету. Ну, еще. И больше ничего нету. Сковородку почистить 3 миллиона. А златоуста поставил, там, 3 человека смотрит. Вот, растеряев там, поет. Ну, все, он поет, он ни одного не может сдвинуть. Человек не верующий совсем. Матершинник, пьет. Ну, играет на гармошке хорошо. И пишет. Он кончал какую-то там артистическую школу. Да. Ну, еще кого-то он в Богу привел. Нет, конечно. И сколько там просмотров? 40, что ли, миллионов? Ну. Да, без мира, есть такие ролики, которые посетили 2 миллиарда. Я говорю, а что это такое? Я не видел-то. А корейская песенка. Беснование. А? Да. Ганг, что-то... Мы его шутили, называли говноста. Ну, а что тут говорить-то? Я приехал, он говорит, все смотрел. Не вызывает это доверие. Ну, там беснуется корейский один. Ужасный все. Разбрат сплошной. В этом ролике. У меня и постоянная клиентура, своя. Вот сегодня поставил твои там, ты посмотрел. Нет, пасешь, как первый день. Как потерял, как нашел, как дома я тебе план показываю. Ролик опять сегодня такой про тебя. Всю душу вымотали животные. Ничего, поставишь на место, сегодня упасти, пойдешь опять. Бич помогает. Вот его бери. Где еще не заладится, сам себя пари. Самоистязание. Сейчас, 10 минут. Это не мазохизм никакой. Теперь так делали, считай, я на лестничниках. Они так себя делали. На бич привязывали скорпиона. Это крючок удочек. Били, куски мяса буквально отрывали. А можно этому верить? Нет, конечно. Верить можно, но делать этого нельзя. А как не верить, когда он пишет? Я, говорит, видел это все. Я смотрю, какое сейчас православие. Если оно раньше такое же было, то как этому верить-то? Игнатий Ильич? Ты можешь не верить, но было все. В землю закапывался. Его похоти сжигают, он в землю. Зарылся по шею. И там сгорает. И слышит, как ноги у него горят. Горят огнем. Это сатана. А потом он видит, что сатана его плоть отрывает зубами. Если сблевывает на него, он все это видит. А потом кость, достал кость, у него сувенир был. Там от Моисея Бурина с похотью боролся. Этой костью куда-то он нажал в нужное место. И у него прекратилось. А такие, как Оригин, даже сами себя кастрировали. Но это еще можно допустить. А вот там написано. Такое было. Один боролся, не знал, что делать. Взял нож и сам себя скопил. И едва не умер. Когда рядом живущий узнал монаха, настоятель, то он его выгнал за пределы. За пределы монастыря, чтобы духа твоего не было, погадись. Есть канон, который запрещает делать и отлучает людей, которые издеваются над творением Божьим. Это творение Божие. Ну а потом братья Ходатайс, он говорит, там умирает, лежит без сознания. Ну он говорит, разрешил там где-то в углу монастыря за стенами, в Бурьяне, где-то там построили что-то ему, в нору, и чтобы не один человек тебя не видел больше. И только самый немощный ходил там, давал ему горелые лепешки. Вот что с собой сделал. А как? Лекарство хорошее, конечно, дорогое, будешь элементы, может платить. Но если лучше жениться, всем разжигать, огонь горить. Женился на скорую руку, на долгую муку. Да это и хорошо. Даже при такой ружде, ты как Овалин еще, почему тебя спрашивают? Так что тебе во благо все. Я тебя молюсь и ночью, и днем, и вспоминаю, и может быть тебя Бог подвинет. У тебя есть что-то иногда, вот ты. У тебя борьба должна быть с ногами. Ты любишь ходить за чем-то. При деле. Если я тебя посылаю, там принеси все, что требуется. Лиды, ты отдельно пойдешь за одной ложкой, за второй ложкой. Туда-сюда шатаешься, ходишь. Ведро туда отнес, картошки высыпал, обратно пошел. Как будто работаешь, а ничего нету нигде. Земной шар раскручиваешь ногами. Не надо делать. Ты видел, как вчера я пришел, сколько там было? Больше, чем ты наполовину. Первую сделал 48, а делал 9 деревьев этих. И сложил все к месту. Ты учись. Учись с утра пораньше. Как встал, так в туалет. И до следующего утра никогда не ходил, не считая полетку. А то даже и здесь дома не дадите. У нас один был такой, и Коля Тюлькин. Мы были на практике. Как только пообедали, все лежит, считает, что-то. Пошел мне в туалет. Ушел сидеть там. И когда стали насчислять, ему раз разряд с третьего по второй. Мы обрезали, а второй разряд это. Если за кубометр земли мне платят полтора рубля, то ему только рубль. И все. Он называет хитрожопая. А зачем он нужен такой? Ты никогда не позволяешь, чтобы тебя так называли. А ты все время провоцируешь на это. И вот сегодня пришел опять. Руки сложил. А этот по кухне бегает. Я морковку Володю спрашиваю. Будешь тереть? Я говорю, буду. Я почистил морковку, и ты стоишь рядом. Я говорю, я каждый раз тебе говорил. Будешь или не будешь? Я об этом даже и не думал. Что ты еще сказал про морковку тертую-то? А я говорю, у нас такое дело больше не даваем. Он не ценит ей. Готовая морковка, выращенная, на столе лежит. Терка, все рядом. Только бери вот так вот. Ой-ой-ой. Это так рукой шевели. Да что, сдурели они, мужики? Да зачем мне это надо? Цельную морковку? Ну возьми тогда такую, почисти и ешь. А у меня там зубы, губы, десны. Все болит. Все. Человеку много не надо. Миллиардер Анастис женился на жене убитого Кеннеди. Жакин Кеннеди. Миллиардер. Его танкеры. 150 тысяч тонн возят. И вот спросили, говорит, ваше самое большое желание, что-то вы достичь не смогли. Что вы хотите? Он говорит, нормально сходить в туалет. Рах прямой кишки. И ни один врач, ни за какие миллиарды ему не помог. Все. До свидания. Игнатий, конечно, что такое счастье? А вот как раз о счастье-то мы и говорим часто. Счастлив человек. Вот меня определяют самым счастливым в интернете. Люди, которые знают и наяву, что я делаю то, что мне нравится. А почему нравится? Потому что я у Бога молю это, чтобы мне полюбить эту работу, пост, проповедь. Вот они еще не приехали. А я все думаю, если придется сказать слово, о чем сказать. Вчера батюшка говорит, звонил о феере, митрополит. И говорит, приехать не могу, храм освещают там где-то. Он позвонил Рубцовскому, Роману, епископу. И тот обрадовался, что пригласили. Ну не могу, отец, таким. Опять, на освещение храма их туда. Храм построили где-то. Но это большое дело. Вот туда. Но я посылаю вам целую команду тут. Архиерей говорит, не думайте плохо, что я к вам отношения изменила, митрополит. Нет. Понятно? То есть это, а, это он так для вида так и делает. Как это, и митрополит, а я не в той, он передо мной был вроде. Да что вы думаете? Это истинные отношения его. Видно, как он улыбается, как обнимает и прочее. Ну это какой-то нонсенс. Ну да, но не надо говорить, что он это все нарушено делает. Вот. И главное, он понимает обстановку, говорит. Не думайте, что я от вас. Идет, идем с тебя, я встретил. Рукаватый широкий. Это Греция нас наделила этим. Да много еще наделились. Он не сопротивляется, не говорит, улыбается и все. Приехали вот это, Рахиль, благословились у него. Он только спросил, а что два-то снимаете? Говорит, так это второй фотоаппарат, а? И все. Мы хотим во всех храмах поснимать что-то. Пожалуйста. Я говорю, скажите, что благословляете. Благословляю. Все. Ну, отправились дальше в путь. Он с улыбкой встретил. Я подошел, а он сидит за столом где-то. А вот это мое рабочее место. А, это вот деньги, говорю, зарабатываете. Может, и зря сказал. Я в простоте, а вот так. Как это зарабатываете? Ну, насчет уже живете. Вот, ну, любой бы сказал. Ну, знаете, это слова. Ну, зря. Ну, зачем это смущать? Он не ожидал этого. Я говорю, вот где деньги-то зарабатываете. Ну, там бухгалтерские отчеты. Я не сразу сказал. Он заулыбался на этом все. Ну, деньги-то отходят там. Отчеты. Софрины, что дает и дебит, кредит. Вот такое дело. Мы очень рады, что у нас этот... Такой митрополит. Я об этом написал благодарность патриарху. А он, видимо, узнал как-то. Да мне говорят. Обо мне так говорите. Я не достоин этого. Тебе идти надо. Ну, да. Зато кукушка, говорит, хвалит петуха. Зато, что хвалит он кукушку. Кукушка, хвалит петуха. Ну, что, все у тебя? Так. Ты все вопросы на поле сегодня будешь посетить. Приготовь. Я могу тебе на поле приехать. Сергей Игнатов. Приедет. У него много вопросов. Много у меня вопросов. Ну, и ты тоже. Сегодня я могу тебя на поле посетить. Да, деда? А если я уйду далеко? А что? А если далеко уйду? А ты не ходи далеко? Я думаю, запустите бы к нам на огород вот этот. Там травы сколько? Так запустите. Боно какое-то. Так как загнать туда, я не знаю. Как загнать? Откройте. Там же есть калитка? Нет. А как ты в калитку вгонишь стадо? Ты че? В калитку в гоню не пойду. Да. А я буду пить. А то вот здесь надо загонять-то вот. Но опять они потом повадятся же. Вы не боитесь? Нет, один раз как они повадятся. Тут зеленью все скосили траву на нашем, и выросла оттапа. И я думаю, еще она будет пропадать зимой. А вот запустите. Ой, они сейчас тут радоваться будут. Ой, да зеленая-зеленая. Да большая уже. Они бы тут не один день послисят всей овечки. А все-таки полгектара. Где вот здесь, как сказать? Да вот здесь, ладно, скорейше. Скорейше. Нет, я имею в виду запустить калитку. Как в баре идти. В баре к нам идти и дальше там вот в зелень. Ворота открыть, да? Да. Или эти ворота, или те открыть ворота. И запустить. Да, нам не загнать. Тут мы даже и все сюда загнать. С одной, один с одной, другой с другой стороны. И все, и куда. Но сейчас коровы-то не пойдут, они туда. Их надо сюда заворачивать. Мы загоним их сюда. А тут начнешь. Ну там они выйдут где-то. Надо смотреть. Так они будут заходить сюда, где балерина. Там тоже трава наросла. Тут тоже может уже не загнать. Можно сделать так. Где-то, может, за час до того, как их поставить стоило, с той стороны легче будет загнать. Эти ворота не открывать, а именно в этот, в проем загнать. Где овечки. В какие ворота? Ну в те, в которые старые, это у нас, которые разломы. В полу балерина? Да, да. С какой стороны? С этой деревни. Со стороны овечек. Э, нет. И кто за ними будет смотреть? Что за ними? Надо сейчас, когда они... Хотя, может быть, и правда. Время пасть будет. Оттуда-то легче загнать. Когда они уже идут, за час раньше прийти и загнать... Ну за час уже наелится-то не то. Мне надо повозка, чтобы были. Вот. Тогда я их раз заверну, тогда вот вытягу. А потом выгонят отсюда их. И опять тем же ходом пойдет напоит. Давай, займем. А ну-то напоить еще надо. Вот о чем речь-то. А нет, оставим эту затею. Мы измощаем скотинку. Ты сразу дони их туда, на Костровый пруд. Ну все, да? Да. Ну слава Христу. Слава Христу.